Чемпионат мира в Катаре в самом разгаре. На поле блистают Лионель Месси и Киллиан Баппе. Сейчас это звезды мирового футбола, но когда-то они начинали в маленьких региональных школах. Как воспитать профессионала и как увидеть в ребенке потенциального Зидана или Валерия Карпина, будем разбираться с нашим гостем Рамилем Хисамудиновым. Рамиль, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как дела у детского Оренбургского футбола, чем он живет сегодня? Ну, я могу рассказать вам именно, как дела обстоят в нашем поселке, поселок Пригородный. И у нас в поселке три команды на данный момент, детские команды. Это команда Спартак Пригородный 2014 года, Спартак Пригородный 2012 года и Спартак Пригородный 2010 года. И, знаете как, у нас очень сильный тренер Геннадий Геннадьевич Мальцев, который буквально семи лет принимает детей. Наша школа формируется на базе ДЮШ детской юношеской спортивной школы Оренбургского района. И тренер работает именно на детской юношеской школе спортивного района. Я понимаю, наши воспитанники. Эти, да, это наши воспитанники, которые уже на протяжении... Арсений, сколько лет ты уже занимаешься в футболе? Четыре года. Да, ведь сколько? Семь лет. Семь лет. Четыре-семь лет? Да, четыре. Вот давайте, ребята, к вам тогда пару вопросов. Как вообще пришли в футбол? По порядку, Арсений, ты. Поначалу вообще меня не впускали в футбол, так как я был еще маленький. И Геннадий Геннадьевич боялся то, что меня там могут поранить. Потом, когда я пришел, я тогда был уже в первом классе, я пришел на футбол, Геннадий Геннадьевич меня заметил. И потом, через несколько месяцев, он меня пустил уже играть за восьмой год. Ну, ты сам хотел, ты любил футбол. Да. А ведь, а ты? Ну, вообще, сначала я встал на коньки, немного занимался хоккеем, после чего мне не понравилось, и я решил попробовать футбол. Сначала я пошел к Геннадьевичу, он сразу взял меня в старшую группу. У меня поначалу все не получалось, но потом, через несколько месяцев, я уже перешел в Академию Спартака. А вы все хотите быть нападающими, правильно? Я нет. Я либо центральным хавом, либо правым вингером. Окей. Геннадий Геннадьевич, я так понимаю, это вот тренер, про которого вы говорили. Да, это тренер, детский тренер, замечательный, с большим опытом работы, который именно, знаете, на самом начальном пути он уже видит детей. И, допустим, в группу приходит человек 50, ну, к примеру, я говорю, 30-50 маленьких детей. И он в течение какого-то периода времени отбирает наиболее талантливых, да, и мы их уже начинаем приглашать в команду. И они у нас начинают уже играть на турнирах. Эти дети, формируем команду по возрасту. А можно в ребенке 7-8 лет уже сразу заметить и определить, есть у него способности или нет способностей? Ну, знаете, я вам хочу сказать, что если у ребенка родился сразу со способностями, ну, видимо, допустим, Давид, да, у него настолько мягкость, владение мечом и так далее. Это было уже видно буквально лет, ну, я на тренировке, когда приходил, ему лет 7 было, я уже это видел, Геннадий Геннадьевич это видел, как бы, да, там, Арсений, допустим, тоже выделялся среди всех детей. Ну, Арсений, я вам могу сказать, что это просто трудяга. Он просто пашет на поле, у него... Сколько у тебя тренировок в неделю, Арсений? 10. 10 тренировок в неделю, то есть по 2 тренировки в день. Ну, есть, допустим... Это такой Алексей Смертин, наш опорник, который будет выгрызать весь центр. Ну, я вам могу сказать, знаете, кто, у кого дети занимаются футболом, у нас много команд по 11-му году, они все знают Арсения, потому что он сейчас является капитаном команды не только «Спартак» пригородный, 10-й год, но он еще и является капитаном команды детской школы «Спартак» юниора по 11-му году. Да, поэтому надо, наверное, запомнить эту фамилию через лет 5. Будем болеть. Ну, будете. Смотрите, вы сказали, что ребята приходят в 7-летнем возрасте, и вот они нам рассказали, что всегда мечтали, хотели заниматься футболом. Вообще, ребята приходят всегда по собственному желанию или зачастую это все-таки инициатива родителей? Мой будет футболистом, отправлю его в школу. Знаете, сразу видно, когда приходит ребенок по собственной инициативе, когда его приводят родители. И многие дети, начиная заниматься футболом, у них просто не получается, потому что, ну, не их вид спорта. И, соответственно, конечно, они прекращают заниматься, а дети, которые горят этим, вот их сразу видно, они готовы тренироваться, знаете, по 2 тренировки в день, готовы играть по 2 игры на турнирах и так далее. И, знаете, еще есть такой момент, что, допустим, у ребенка может вначале что-то не получаться, но потом годам к 10, ну, к 11... Раскрывается. Он раскрывается, да. То есть вот у нас есть там, ну, пример по команде, кто у нас так вот раскрылся? Ничего. Ну, нет, ну, Дамир, можно сказать, да? Да, которого особо не получалось, а сейчас, допустим, он там футбольная академия Оренбург по 10-му году в основном составе. То есть вот как бы так. То есть временная раскачка у каждого разная. Кто-то приходит и сразу начинает играть, кому-то нужно влиться. И задача, знаете, как вот детского тренера, допустим, вот Геннадия Геннадьевича, вот тут на базе детской межспортивной школы, вот выделить вот этих детей, и в дальнейшем он их просто отдает, допустим, в Академию Оренбург. То есть очень много воспитанников разного возраста у нас играет в Академию Оренбург, либо в Спартак-юниор. Но здесь, кстати, то, что команда играет в фремьер-лиге, является таким дополнительным мотивирующим фактором, что есть возможность. Да, потому что очень важно, что в этом году команда показала, пока Оренбург показала замечательную игру, стадионы были полностью заполнены. И знаете как, нам даже вот в рамках нашей общественной организации, детский межспортивный клуб «Спартак пригородный», у нас родители помогают, достают билеты не только на детей, но и на родителей, которые, ну, как бы состоят в нашем клубе. И мы все дружные команды, родители, дети, ну, в количестве 60-70 человек занимаем определенную трибуну и болеем за наш любимый клуб «ФК Оренбург». Мечтаете потом играть за него, ребят? Да. Прекрасно. Вы сказали, что приходит по 30, 50, 60 человек заниматься. Сколько вот из этих ребят действительно подходят к футболу и остаются в команде? Ну, знаете, ну, команду мы можем набрать, в принципе, то есть мы стараемся набрать, команда это примерно человек 15, то есть, потому что они играют в формате где-то 7 плюс 1, либо 4 плюс 1, поэтому мы команду набираем, кто-то сильнее, кто-то и слабее, кто-то подтягивается. Ну, у нас, знаете как, у нас каждую неделю игры, то есть в этом плане сейчас в городе все нормально, я имею в виду, у нас есть, допустим, крытые манежи, да, там, где дети могут зимой играть в футбол. Ну, это все не бесплатно, понятно, что поэтому и создана общественная организация, чтобы за счет средств родителей, то есть мы скидываемся на игры, покупаем форму. То есть все-таки здесь основная финансовая лежит на плечах родителей? Да, родители, да, то есть основная, да. В поселке Пригородном, что хорошо, у нас есть большое футбольное поле, и администрация района, она ухаживает за ним. Такого поля, я думаю, наверное, в Оренбургской области с натуральной травой больше нигде нет. В основном искусственная трава, поля на бюрдах и так далее, но летом на них очень тяжело играть, потому что искусственная трава нагревается, и что с ногами происходит? Они горят, правильно? А у нас большое футбольное поле с натуральной травой, который каждый день поливается, на нем ухаживают, это благодаря администрации. Это происходит за счет средств родителей или это государственная поддержка? То есть это слишком родители бы не потянули, это администрация поселка Пригородный, ну, в лице Шандауова. Ну, то есть государство помогает все-таки юным футболистам? Ну, оно дает базу, то есть вот базу. Единственный момент, что зимой, конечно, почему как бы детский футбол, у нас именно больше-менее не футбол развивается, а не большой футбол, потому что у нас по годным условиям, сами знаете, что круглый год играть невозможно, и у нас основная проблема, нету крытых манежей больших. Крупная арена у нас только одна, и то она не вмещает формат 11 игроков, скажем так, то есть она, ну, опять же, это не бесплатно, то есть за каждую игру, когда мы едем, мы ходили. Нужно платить? Да, нужно платить. У нас тут в студии много кубков, это за большой футбол или за мини? Знаете, эти кубки, они в основном за мини футбол, и они именно за 22-й год, то есть мы привезли именно как подвести мтоп. То есть это почти 10? Ну, это вот за 10 месяцев, это все, да, то есть мы, помимо этого у нас не на всех соревнованиях дают кубки, допустим, есть первенство города, вот хотелось бы, чтобы оно финансировалось лучше, потому что это такой значимый турнир, все команды гордо играют в него, но, к сожалению, почему-то оно, как бы, этот турнир слабо финансируется, и там дают только грамоты и медали, то есть. Ну, возможность за это поиграть есть. Арсений, Давид, а у вас, я так понимаю, индивидуальные награды в руках, расскажите про них, что это? Вот эту вот награду я получила, был недавно турнир, где-то в 2021 году, к нам приезжала Академия Спартака, Академия Зенита, и... То есть ты играл против Спартака и Зенита? Да. Так. Я стал лучшим игроком команды, потому что я боролся, я хотела получить первое место, но мы на том турнире заняли лишь четвертое. Лишь четвертое. А какой вклад ты сделал в успехе команды? Отдал много голевых передач, достаточно много обронялся, атаковал. Давид, а у тебя что за награда? Это награда лучшего защитника, я получила ее в Саранске, играл я там, ну, практически без замен, много спасал свою команду. Там мы играли с такими командами, как ФК Оренбург, Маяк, заняли мы второе место. Но я ничего не забил. Ну, ты же был защитником, ты спасал от голов. Что тебе нравится в игре в защите? Ну, то, что можно забрать быстро мяч и так же самому там забить. То, что, ну, когда ты встречаешь, ты, допустим, ты забрал мяч, и то есть на душе как-то, ну, становится радостно, то, что ты там спас свою команду, забрал мяч. А каково это играть против ребят из «Спартака» и «Зенита»? Чувствуется какой-то страх, коленки не дрожат? Ну, смотря кто, как морально настраиваться. Ну, ты вот как, Арсений? Я всегда настраиваюсь достаточно долго, то есть день примерно, настраиваюсь на игру так, что я не боюсь. Я выхожу просто играть в товарищеский матч. Не важно, это финал, это Кубок Мира, я просто выхожу играть. То есть мне все равно, против какого противника я играю. Авторитетов нет? Нет. Вот, кстати, Иерамиль, ментальная подготовка, ей занимаются или только вот спортивные навыки? Конечно, занимаются. То есть тренер Геннадьевич Геннадьевич, он их перед играми, перед турнирами он их настраивает психологически. То есть с каждым проводит беседу. Допустим, играет Арсений, да, Арсений, и на пять минут его уводят, да? И объясняет, что он тебе говорит, как тебя настраивает. Как играть, как будет реагировать соперник. Это мотивирующая речь, он говорит? Значит так, взял мяч, пошел вперед, никого не боишься. Или он просто спокойно объясняет, что ты играешь в центре, отдаешь сюда, отходишь сюда. Больше спокойная, но и мотивирующая, то есть. Я играю в центре, соперник оброняется такта, значит, соответственно, надо отдавать передачу тому-то, когда он тебя будет скидывать, а ты будешь бить. Какие у нас успехи, помимо этих кубков? Насколько можно сказать, что оренбургский детский футбол лучше в стране, не лучше в стране? Ну, знаете, я на этот вопрос отвечу так, что здесь понятно, что не все станут дети известными футболистами и так далее. Основная задача, чтобы дети просто проводили не дома, а за планшетами, потому что детский возраст, дети, они все любят играть. И пусть они очень играют на поле, физически развиваются, чем сидят в доме, дома и в телефоне и так далее занимаются той же самой игрой. То есть детям свойственно играть. И понятно, что это социализация идет. И приходят иногда дети, и видно, что как-то он сторонится, как-то стесняется. Тяжело контактировать со сверстниками. И потом, понимаете, он вливается в команду, его более старшие ребята начинают поддерживать. И я вижу, как из маленького ребенка потихоньку вырастает маленькая личность. То есть основная задача детского тренера даже не то, чтобы вырастить известного футболиста, а именно сформировать, наверное, личность. А вот сколько времени занимает этот процесс, когда приходит человек, который первый раз условно видит мяч или первый раз выходит на настоящее поле, до того момента, когда его можно назвать условно полноценным игроком, футболистом? Вы понимаете, здесь же турниры, в принципе, и через месяц его можно уже ребенка выпускать на какой-то турнир. То есть турниры, они проводятся, допустим, ну есть сетка, сетка там серебряная, золотая, бронзовая. И даже ребенок, который недавно начал заниматься футболом, у него есть шансы поиграть там, допустим, на турнире в бронзовой сетке и занять какое-то место. То есть более сильные команды, они играют там в золотой сетке. То есть у каждого ребенка есть возможность уже буквально, ну только начать ходить. И уже если его тренер команды видит, что он готов играть, он его будет, конечно, выпускать. В любом случае мотивирует ребят заниматься спортом. Ну конечно, то есть дети, да, самое главное, чтобы дети играли. Чтобы они, и знаете, я могу сказать, что детский футбол намного интереснее, чем взрослый. Потому что эмоции более искренние у детей. И болельщики более искренние. Потому что болельщики – это родители. Каждый переживает за своего ребенка. Если вы, допустим, придете на какой-то детский футбольный матч, да, который проводится, вы просто вот получите такое удовольствие моральное, да, когда вот родители болеют. Родители приходят с барабанами, там, пищалками, чтобы поддержать, с плакатами. То есть настоящая атмосфера. Настоящая атмосфера. Пусть их мало, но они поддерживают своих детей. И это самое главное, что родители поддерживают своих детей. Вот вы сказали, поддержка эта, безусловно, прекрасна, про турниры, что несколько сеток. А как часто ребята играют с представителями других регионов, других спортивных команд? Таких, как там «Спартак», «Зенит», «Краснодар». Или это все-таки чаще на детском уровне регионального значения соревнования? Ну, знаете, я вам могу сказать, что это буквально, наверное, турниры... Сколько раз вы видите? Где-то четыре. Четыре раза в год примерно. Плюс у нас есть турнир «Кожаный мяч», который еще организовал Лев Яшин. И наша команда от детской юноши спортивной школы Оренбургского района формирует сборную. То есть мы собираем, допустим, детей не только с Пригородного. С Пригородного, с Нижнеплавовки, где тренер Евгений Назаров, с Донгуза, как бы тренер Александр Мишкин. Поэтому сборная принимает участие, и из достижений сборной в 2016 году сборная Оренбургского района даже выиграла всероссийский турнир «Кожаный мяч». Да, и двух мальчишек, да, двух мальчишек пригласили на тот момент в Академию ЦСКА на просмотр. Вот, кстати, вопрос. Условно, если там Леонель Месси или Телен Баппе забьет 10 голов на чемпионате мира, у него будет список из предложений. Хочешь, выбирай Барселону, хочешь Баварию, хочешь Реал Мадрид. Если условный Арсений завтра на чемпионате каком-то в «Кожаном мяче» забьет 20 мячей, какие у него перспективы? Что он может, как улучшить свою карьеру? Ну, если он будет, допустим, если команда будет на общероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» участвовать, то там есть скауты. Соответственно, они просматривают детей, и они уже приглашают, допустим, в Академию. То есть Краснодар могут пригласить в Академию. В профессиональный клуб он может попасть? Ну, скажем, уже в Академию, скажем, Академию, еще пока Академию. То есть у нас самая сильная Академия по стране – это Академия Краснодара, Академия Зенит, ССК. И туда попасть – это отбор идет со всей страны. У нас тоже есть в Аренбурге Академия Аренбурга. Но это надо ребенку стараться, чтобы… или скауты ходят и могут сами заметить? Нет, они, конечно, могут увидеть. То есть если у ребенка есть большой потенциал, потому что Арсений, допустим, уже приглашает в Академию Аренбург, скажем так. А почему ты еще не согласился, Арсений? Ну, потому что пока что в «Спартаке» тренируют лучше. И все-таки есть связи с Академией «Спартака». Туда меня уже несколько раз приглашали на просмотр. А как проходит просмотр? Ты просто показываешь свои умения? Ну, получается, смотря иногда как. Когда-то берут за… играть за команду, когда-то берут просто тренироваться с командой. Ну, то есть в прошлый раз у нас было… мы приехали всей командой, мы поселились в отеле. Дальше, получается, у нас был такой график. Идем на завтрак, послезавтрак… Так, Окей, ты давай расскажи непосредственно игра как проходит. Ну, игра проходит для кого-то очень хорошо. Прямо выходишь на поле, показываешь свои умения, и тебе говорят, что ты был хорош или ты был не очень хорош. Ну да, так и говорят. Прямо буквально последний вопрос. Сколько занимает времени, и, получается, у каждого ли оренбургского ребенка есть шанс, придя вот в такую академию районного футбола, стать профессиональным футболистом? Ну, это даже не академия. То есть в каждом районе города есть детские и юношеские спортивные школы. Ну, я имею в виду государственные. И каждый ребенок может прийти, конечно, записаться в секцию футбола и играть. То есть на маяке есть… Ну, это абсолютно реальный шанс. Ну, конечно. То есть вот есть дюж Маяк, допустим, на маяке, есть дюж Оренбургского района. И в каждом поселке, в Донгузе проводятся тренировки, проводятся в Нижнепаловке тренировки, проводятся в Пригородном. Даже в Каменозерном проводятся тренировки, и там есть, ну, интересные ребята, которые приезжают, также играют. Прекрасно. Спасибо, Ромин, что пришли. Спасибо вам, ребята, что рассказали про свой футбол. Надеюсь, что среди тех, кто находился сегодня в этой студии, будут те, кто в будущем на чемпионате мира по футболу 2030 года представят нашу сборную.